Особое мнение на 101FM Автотранспортного предприятия Города Кирова Вы вскрывали факты Которые просто поражают Зачастую воображение Сейчас продолжается Расследование деятельности на ЭТП И хочется спросить Есть ли новые факты Что можно сейчас вынести Да действительно факты Там поражают Дело в том что Как нам Т-комиссии заявлял Тубровин Директор ЭТП Что за 9 месяцев У них выявлена какая-то прибыль 27 миллионов Он нам объяснял Что вдруг предприятие Спустя колоссальные убытки На протяжении нескольких лет Вышло в прибыль То есть Мое мнение Это просто Связано с тем Что Было связано с тем Что Значит у нас Поменялась в городе власть Глава администрации Глава города Но как выяснилось Что с начала года ЭТП снова Загрузилась в очередные долги Снова Взяли кредиты При этом Не закупив Ни одного Нового автобуса Все эти кредиты Ушли на погашение Каких-то текущих затрат Зарплат И так далее То есть Все кредиты Берутся под залог Опять же Имущества Имущества Путиципального Значит Кредиты Основной Самые основные суммы Это конечно Хлынов банк Это коммерческие кредиты Коммерческие кредиты Да То есть Мы уже На протяжении Всего этого времени Мы не обсуждаем Куда девают деньги Куда девают АТП заработанные деньги То есть Перевозки Это Достаточно короткие деньги То есть Утром автобус заправил Выехал Вечером Какие-то деньги Привезли Сдали Это первое Потратил Заработал Потратил Заработал Второе Все эти льготные перевозки Они тоже В бюджете защищены Они оплачиваются Значит Это имеется ввиду Льготные перевозки Наших граждан Которые имеют Самую льготу Ну Мы уже Это даже не обсуждаем Мы обсуждаем Просто потраченные кредиты И на сегодняшний день Ситуация такая Что там Закредитованность На мой взгляд Уже Ну Скоро Пройдет То состояние Когда ТПС само Пожит Из этой ситуации Выбраться И Значит Самостоятельно Без вливания Каких-то там Бюджетных денег Или еще что-то Пожит осилить Да Оно тонет Оно Тонет И Тонуть Также Помогает Ей Самая Ленинская Управляющая Компания Это Новая Ленинская Управляющая Компания И Ленинская Управляющая Компания Которая была Старая Которая Обанкрочена Которая на сегодняшний день Находится В стадии банкротства Давайте Поясним Связь АТП Является Учредителем Ленинской Управляющей Компании Для чего Это было Сделано Предыдущими Правителями Города Это Наверное Могут Объяснить Только Они Потому что Здесь Мне кажется Нет Ни экономического Никакой Целесообразности Кроме Определенных Рисков Как раз Вот эти Самые Риски Мы сейчас Видим И получаем Я поясню По Старой Ленинской Управляющей Компании На сегодняшний день Процедура Банкротства Общее Право Требуемо Около 210 миллионов Перед ресурсоснабжающими Организациями Да Ресурсоснабжающие Организации Какие-то Поставщики Там и так далее Значит То что Есть активы Для погашения Это 60 миллионов Все остальное 150 миллионов Возможно Ляжет На В качестве Субсидарной Ответственности На АТП И Еще Учредитель Ленинской Управляющей Компании МУП Водоканал Который В принципе И так Находится В достаточно Плачевном Финансовом Состоянии А насколько Велика Вероятность Того Что это Произойдет И вообще Кто Это решает Это решают Конкурсные Управляющие Решают Кредиторы Но я не думаю Что кто-то из кредиторов Будет отказываться От возможности Каким-то образом Получить Денежные средства В том числе Либо это будут Ресурсники Либо поставщики Чего-либо Поэтому Я думаю Что это неизбежно Если Хотя бы Один из кредиторов Заявит О субсидарной Ответственности Ну конкурсный Управляющий Вряд ли Сможет им Отказать Право Такое Есть Право Такое Есть По закону Поэтому Я думаю Что Вот на Сегодняшний День Это очень Большая Такая Проблема Большая Нагрузка На АТП Учитывая Все эти Кредиты И На мой Взгляд Говорить О каком-то Развитии На сегодняшний День АТП Покупки Каких-то Я думаю Что это Преждевременно Важно В первую очередь Оздоровить Предприятие Для того Чтобы оно Было Самодостаточно Поменять Обязательно Руководство Данного Предприятия Потому что Если сказать Что оно Неэффективно То это Наверное Само Не сказать Ничего Поэтому Вот Все Проблемы И вот Такая Так скажем Важная Проблема В городе Как Перевозки У нас Большое Количество Людей Пользуются Автобусами Троллейбусами Она На сегодняшний день Поставлена Под угрозу Предыдущим Руководством Города Я уже Неоднократно Говорил И говорю Что 10 лет Мы не просто Стагнировали Мы просто Откатывались Назад Или в яму Подывали В пропасть В пропасть Да То есть Я считаю Что Если бы Скажем Не поменялась У нас В городе Власть То Наверное Ну Боюсь Как бы Предположить Какой Промежуток И Полностью Бы Ну Не знаю Мне кажется Обрушилось бы Все А если Предположить Что эти 150 миллионов Все-таки На ОТП Переложат Это что Для города Значит Для конкретных Керачат Для пассажиров Распродажи Имущества Что ли Автобусов Началось Да Они могут Требовать Все возможно Но Я просто Не хочу На сегодняшний день Предполагать Такое То есть Как бы 14 То ли 14 То ли Ну Ближе к 20 Числам Будет Собрание Кредиторов По старой Ленинской Управляющей Компании До декабря Там Будет озвучена Какая-то Позиция Ну От этого И будем Думать Что делать Дальше И Как из этой Ситуации Выходить Рабочая группа Сейчас функционирует Она создана Рабочая группа Создана Чем занимается Каковы Полномочия Значит В рабочую Группу Вошли Не только Депутаты Вошли Все желающие Это Общественники Значит Которые Так же Так скажем Имеют Своё видение На Пассажирские Перевозки В городе У них Действительно Есть очень Здравые идеи Рабочую Группу Возглавляют Зам У Главы Города Остриков Значит Сейчас Она занимается Тем Что Пытается Проанализировать Всю Паршрутную Сеть Города Кирова Как бы Нам не Хотелось Но 2018 Год Мы вынуждены Ещё Ездить По тем Маршрутам И пользоваться Теми Маршрутами Как Как Они Сейчас Да С 2019 Года Ну Вот Как раз В 2018 Году Будут Проходить Торги В 2019 Году Мы Наверное Что-то Сможем Изменить И как раз Сейчас Есть Время Понять Значит Как Скажем Так Комфортнее Как Комфортнее Для Людей Как Выгоднее Для Предпринимателей Для Перевозчиков Значит Выстроить Эту Маршрутную Сеть Для того Чтобы Чтобы Идти Было Такого Как Сейчас Что Один Маршрут У нас Получается Очень Выгодный И зачастую Почему-то Там Ездят Частные Перевозчики А АТП Почему-то У нас Всегда Стоит На каких-то Не очень Выгодных Маршрутах Незаполненные Автобусы Да Перевозят Воздух Даже В часы Пик Они Не загружены А это Прямо Решение Принято Четко Что К 2019 Году Мы будем Стремиться К тому Чтобы У нас Переработанная Была Маршрутная Мы Мы это обсуждали Значит У нас Заканчивается Договор В 2018 Году И с 2019 У нас Будут Новые Перевозчики Значит Ну Я думаю Что новая Маршрутная Сеть Не думаю Что она Глобально Как-то Изменится Но Есть Пожелания Людей Есть Просьбы Людей Значит Там Иногда Просто Элементарные Вещи Продлить Паршрут На 2 На 3 На 4 На 5 Остановок И он Будет В том числе Для перевозчиков Более Выгодный И для людей Более Комфортный Это в первую очередь Видимо касается Новых микрорайонов Да Это Солнечный берег Это В Ганино Там Достаточно сложная Обстановка Радужная Коминтерна То есть Вот Как раз Вот эти Так скажем Удаленные Наши микрорайоны А сейчас Можно как-то Предполагать Что большее Количество Перевозчиков Будет допущено К участию В конкурсе Я не готов Сейчас это Сказать Будут участвовать Просто у нас часто Слова звучали В этой студии Что нужно создать Конкурентные условия Что больше участвовало Я согласен Вы этой придерживаетесь Позиции все-таки Я придерживаюсь В том числе И этой Но У нас есть В муниципалитете Автотранспортное Предприятие Которое Ну как Так как Собственник муниципалитета Они тоже должны Думать о том Чтобы оно было загружено И все-таки Это социальный бизнес И Намного проще Социальный бизнес Когда Принадлежит Пуниципалитету То есть Вот Поэтому Мое видение Должен быть баланс Ну я считаю Это опять же Мое мнение Я считаю Что перевес Должен быть Конечно В первую очередь Загрузить Муниципальные предприятия Муниципальные Областные предприятия Денис Ерохин Депутат Кировской городской думы Представитель постоянной комиссии Гордумы по транспорту Жилищно-коммунальному комплексу Экологии и безопасности Жизнедеятельности Мы сейчас сделаем небольшую паузу И разговор о транспорте Продолжим Особое мнение На 101FM Ну видимо Тема транспорта У нас сегодня Основную часть беседы Займет Не могу не спросить Попросить Вернее Прокомментировать вас Предложение перевозчиков Повысить стоимость проезда Сразу на 10 рублей До 32 Соответственно Год назад Помню Перевозчики просили Еще выше поднять планку До 35 Что изменилось за этот год Ничего не подорожало Почему поменьше Все-таки Ну РСТ уже сказала Что так сильно Конечно Не будет Я категорически против Повышения этих перевозок У нас на сегодняшний день Значит 75% перевозок Занимается АТП И Я считаю Что достаточно Просто навести Элементарный порядок В АТП И Тогда не будет необходимости Ну В очередной раз Все Неэффективное Самоуправление Данных предприятий Перекладывать На Граждан Поэтому Я категорически против А если При таком громадном управлении Наоборот Предпосылки к снижению Стоимости Я думаю Часто приводят В пример другие города Где чуть подешевле Все-таки стоит Я думаю Что для начала Надо Сделать так Чтобы у нас Была Сумма Значит Оздоровить предприятие Оздоровить всю эту отрасль Вывести Ее В какую-то Рентабельность А в дальнейшем Если там Действительно Есть какие-то Запасы Так скажем Финансовые Так скажем Излишки То Ну конечно В идеале Понизить Но я думаю Что у нас Это вряд ли Произойдет Потому что У нас За последние Десятилетия Люди не привыкли Чтобы что-то Понижается У нас в основном Все повышается Поэтому Я думаю Что Если даже Оздоровить предприятие То всегда Есть возможность Направить Эти деньги На новые автобусы На более Качественные автобусы На большие Чтобы людям Было комфортно Даже если Останется Та же цена То Самое главное Чтоб это было Оправдано Чтоб эта услуга Стоила столько А не Ехать в каких-то Страшных Чадящих Пазиках И То есть Совершенно Небезопасных Наверное Перевозчики Все-таки Правы в том Что бензин дорожает Солярка дорожает Запчасти Обслуживание Это тоже Сказывается На себестоимости Или при хорошем Управлении Эти тоже вещи Можно сглаживать Я думаю Что Ни один Частный Если мы берем Частных Перевозчиков Не откажется От повышения Ни один То есть Любой бизнес Заинтересован В получении Прибыли И если Есть какая-то Возможность Поднять на рубль Или тем более На 10 То они Понятно Что это будут Как-то Объяснять Показывать Свои Свои Какие-то Истории Но Я считаю Что К этому Надо подходить Очень осторожно И Вообще Любого повышения Сматривать только тогда Когда действительно Организм полностью здоров В частности Что касаемо Перевоза Давайте еще Про другое Предприятие Тоже транспортное Поговорим Я имею ввиду Киров пассажир автотранс Который Которое предприятие Недавно Возглавил Денис Пырлок Но можно назвать его Вашим коллегой Единомышленником По поводу Автотранспортного Предприятия Вы так Единым фронтом Высказываетесь Вот Как вам Такое Назначение Я думаю Денис был Недавно В нашей студии Рассказывал О том Какие задачи Перед ним стоят Я думаю Что Денис Однозначно Должен справиться Денис Имеет опыт В перевозках Он Человек Предприниматель Который Достроен Скажем На Получение Какого-то Результата Я думаю Что данное Назначение Лично Для него Это Значит Какой-то Может быть Рост В плане Личностного Но ни в ком Личностного Или профессионального Личностного Профессионального Так скажем Но ни в ком Ни в ком Случай При нем Ни в ком Случай Не повторятся Те истории Которые Мы видим Сейчас На АТП Когда Топливом Для танков Заправляют Автобусы Выручаетесь За киров Пассажиров Я думаю Что он Просто Человек Который Так скажем Любит технику Он Просто никогда Этого не сделает Это просто Может сделать Какой-то Ну я не знаю Там Ну враг Что ли Потому что Это вредитель Который Скажем так Которому Неважна Ни экология В городе Ни комфорт Граждан Ну вот так Потому что Любой нормальный Человек Этого делать Не будет Да Наверное Ему Будет Сложно Проблем Я думаю Что там Не меньше Ну Посмотрим Посмотрим Ну Как говорится Цыплят по осени Считают Нужно Нужно Чтобы прошло Какое-то время Чтобы судить Более-менее Объективно О деятельности Руководителя И его команды Хорошо Примерно в этой же теме В транспортной Остаемся Буквально на днях Городминистрация Отчиталась о том Что с улиц городских Вывезено более Полутысячи кубометров Снега Работа видимо Продолжается и сейчас Я впервые Честно говоря Накануне Только вечером Увидел Снегоуборочную технику На улицах нашего города Таким стройным рядом Эти камазы В количестве пяти штук Шли по Октябрьскому проспекту Ну то что То что им позволяли Припаркованные автомобили На обочине очистить Они очищали Конечно же Ну вот общественники Да я имею ввиду В первую очередь Рабочую группу По контролю за содержанием Ремонтом наших дорог При общественной палате Они Снова высказывают претензии Что Нереально сейчас Проконтролировать А сколько же У нас действительно Вывозится снега Из областного центра Потому что нет этой системы Как это все привести в порядок И опять вот Конкурсы у нас будут Да На содержание зимних дорог В областном центре И ничего практически Не имеется По сравнению с прошлым годом Вопросы контроля Вопросы Отсутствия критериев Качества По которым нужно чистить Это все Отсутствие снежных свалок Снежных свалок И так далее Вот Все мы Застряли что ли Все В мертвой точке Как На ваш взгляд Можно все таки Поэтапно В плюс-то выходить На мой взгляд Значит Вывозка снега Это Так скажем Одна из Непонятных лично Для меня Вообще Историй Которая происходит Я знаю Как Определяется Объем вывезенного снега Это допустим Если КамАЗ 15 тонн Ему Стоят Что он вывез 15 тонн Мы все прекрасно понимаем Что Без некой весовой Там нет в этом ничего Большинство Да То есть Через весы Машины не прогоняются То есть мы прекрасно понимаем Что КамАЗ Будучи там 15 тонн Он не везет снега 15 тонн Просто 15 тонн Это можно закопать КамАЗ Поэтому Я считаю Что тут Конечно Должен контроль Должна быть Организованная Администрация Снежная свалка Она Имеет Определенные Требования Чтобы Не было Стихийного Так скажем Скажем Такого Складирования Снега Как мы это Видим На протяжении Многих лет Значит В районе Нового моста Где там Вываливали снег Там лес Само Просто-напросто Высох За метро Мы Видели Снежную свалку Когда Всю ночь Там Трактора Само Толкали Этот грязный снег И который Таял там До июня месяца Вот этого Точно не должно быть У нас на комиссии Буквально Недавно На предыдущей комиссии Был Природоохранный Прокурор Который В том числе Говорил И об этом Что Необходима Качественно Понятная Организация Свалки Которая Должна Отвечать Всем Природоохранным Требованиям То есть Там Есть Определенный Класс Опасности Потому что Снег Посыпается Солью И ни в коем Как бы Случа Это не Плюс то Что выбрасывают Автомобили Это все смешивается И превращается В такую Гремучую Ядовитую Смесь Гремучую Ядовитую Смесь Которая Зачастую Так скажем Мы куда-то Там Бездумно На мой взгляд Куда-то Складируем Потом Что-то Там Культивируем Потом Высыхает Лес И так далее А природоохранный Прокурор Он приводил Какие-то факты Подкреплял Он приводил Он объяснял Что Значит Ну Такого Они Постараются Не допустить Значит И Необходимо Ну Скажем так Администрации Вот это Так скажем Вникнуть В эту Проблему Почему Я опять же Повторюсь Почему На протяжении Там 10 лет Об этом Никто не думал Ну Я думаю Что По понятным Причинам У нас Как Таковой Власть Была Точно Не к народу Повернута Поэтому Исключительно Какие-то Личные истории Личные Обогащения Личные Там Вот Поэтому Давайте Вот Про муниципальную Свалку Все-таки Ну Планы-то есть Они Периодически Озвучивались У нас Что нужно Создавать И даже У нас В студии Экс-начальник Управления По благоустройству И транспорту Вячеслав Симаков Говорил о том Что проект Там хотели Создавать Его стоимость Правда Очень даже Не маленькая Про снежную Про снежную свалку Да Про зимнюю свалку По-моему 24 миллиона рублей Только проект Звучала у нас Цифра И все-таки Вот как мы сейчас Можем Как депутаты Городумы Могут поучаствовать В этом процессе Я думаю Что На такие вещи Когда мы Вываливаем снег Со всего города И у нас После этого Высыхает Там Лес Или там Самолюди Страдают Я думаю Что необходимо Изыскивать Какие-то денежные средства Изыскать их На мой взгляд Можно Даже в этом бюджете Который мы принимали Потому что На мой взгляд Много очень неэффективных Каких-то вещей Которые было Значит Начальнику финансового управления На думе Во время принятия Бюджета Задавались вопросы Вникает ли он В те цифры Которые вносятся В бюджет На что было сказано Что Администрация Дала То и вносим То есть Это Что за позиция Ну это вот такая позиция На протяжении Нескольких лет У нас Начальник финансового управления Он достаточно давно И поэтому Там очень много Мы на комиссиях обсуждали И очень много Действительно было Непонятных цифр Могу привести Там несколько примеров Когда Значит Департамент образования Запрашивал На Снос Аварийных деревьев На территории Детских Садов И школ 24 И 9 Миллиона рублей 24 миллиона 900 тысяч рублей 25 почти миллионов Да 25 миллионов Пригласите папочек С бензопилами Они тут бесплатно Тут я думаю Что Тоже какие-то Если даже просто Поделить на стоимость Заготовленного куба Сколько это стоит В лесу То это 62 2500 кубов То есть Это Ну такая Очень хорошая Такая Не знаю Можно там Еще какой-то Фанерный комбинат Строить Такая Приличная Бизнес-план Такой Таких историй Много Когда нам Объясняют Что нам Необходимо Купить Лед Дополнительно Для детей В муниципальном Самого В муниципальном Учреждении Союз Необходимо Еще Выделить Из бюджета 10 миллионов Рублей Чтобы купить 400 часов Льда Это получается По 25 тысяч Час Ну Когда Приходишь Покупаешь Как Если захотел Покататься Один 7 тысяч Час Почему-то Для муниципального Учреждения В муниципальном Учреждении Лед стоит В 3,5 раза Дороже Чем Просто Для человека Со стороны Таких Историй На самом деле Много И я думаю Что И глава Города Который Имеет Большой опыт Финансов И глава Администрации Который Тоже Человек Очень опытный Я думаю Что они Эти факты Видят И уже Сейчас Какие-то Вещи Вникаются Принимаются То есть У нас Отменена Программа Приватизации Отменена Или Все-таки Перенесена Она Значит Она Перенесена На декабрь А давайте Об этом Денис После рекламы Мы Вернемся К этой теме Вернее Продолжим Этой темой Приватизация Муниципального Имущества Центральный рынок Куприц Гостиница Губернская Детский мир Это все После рекламы Особое мнение На 101FM Сегодня Это особое мнение Дениса Ирохина Председателя Постоянной комиссии Гордумы по транспорту Жилищно-коммунальному комплексу Экологии и безопасности Жизнедеятельности Да Известно Что на Заседании Гордумы в ноябре Планировалось Принять решение О продаже Муниципального Имущества До перерыва Я перечислил Эти предприятия Но С подачи Видимо Главы администрации Это дело Было все перенесено Илья Вячеславович Шульгин Высказал Такое удивление Тем что В частности Куприд Хотят продать По его мнению Это делать Ни в коем случае Нельзя Муниципальное Должно Оставаться Это предприятие Вы Я читал Согласны с этим Поддержали Эту позицию Я полностью Поддерживаю Илью Вячеславович В этом Я считаю У города Должны быть Основные Такие Предприятия Как свалка Я считаю Что Большая ошибка Города Что был Продан В свое время САХ Должны быть ГДМС АТП И те предприятия Которые Занимаются Жизнеобеспечением Города И свалку Конечно же Ни в коем случае Продавать нельзя Просто даже Элементарно Сделать Какой-то Какой-то Субботник У нас Не будет Возможности Куда-то Вывезти Поэтому То что Там Говорят Что Значит Полигон Считан На 1-2 года Я думаю Что это Не совсем Так На мой взгляд Там Я думаю Что Согласовывается Новая карта И Продолжается Также Использование Данного полигона Поэтому Илья Вячеславович Абсолютно Прав Что Остановил Это И На мой взгляд Все Объекты Значит Крупные Объекты Я не имею Ввиду В каком случае Какие-то Цоколи Подвалы И прочее Которые Действительно Городу Не нужны И которые Кроме Как Догрузки Коммунальных Каких-то Сходов Ничего Не дают Но Такие вещи Как Центральный Рынок Пагазин Там Детский Мир Который Можно сдать В аренду И получать Постоянный Доход А не Какой-то Разовый Куда-то Там Потратить Там Эффективный Неэффективный Так Чиновники Говорят Там Доход Не очень Большой Шкорка Выделка Доход Если Доход Не очень Большой То Надо Первое Смотреть Что там За управление А второе Если Сами Не могут Допустим В детском Мире Сделать Доход Не очень Большой Давайте Сдадим За нормальные Деньги Тем Кто Спожит Сама Платить Стабильную Аренду И город Будет Стабильно Получать Денис Мы сейчас Не можем Загибать Арендную Цену Аренды Не те времена Сложно Сейчас Предпринимателям Платить Не Я понимаю Есть у нас И сети Там Этот же Детский Мир Который Достаточно Хороший Магазин Который Я думаю Что не Отказались От Таких А вы имеете ввиду Всероссийский Да Всероссийский Поэтому Я считаю Что все Крупные Объекты Которые Так скажем Будет Магазин Необходимо Остановить Их Продажу Тем более На мой взгляд Такие Социальные Вещи Как Такие Как Свалка Центральный Рынок Они Должны быть У города Должны быть В муниципалитете В муниципалитете Так что Что же Будет В декабре Все Такие Это Голосование Будет Вынесено Я думаю Что в декабре Депутатам Представят Некую Программу Где Не будет Тех Объектов Которые Действительно Должны Остаться У города Это Вот этих Четырех Перечисленных Вы считаете Что Исключат Я думаю Что да Я надеюсь На это Я думаю Что да И Ни в коем Случа Это делать На мой взгляд Нельзя А если Все-таки Поставят Этот вопрос На голосование Я не думаю Я Все-таки По куприту Вопрос Снят По остальным Объектам Но Будем надеяться Что их тоже Они Также будут Сняты Потому что Ну У нас Мы Все это время Все эти 10 лет Жили Сегодняшним днем Мы Продали все Крупные магазины Мы Продали Все А с чего Город должен Получать доход С чего То есть У нас Ну Так или иначе Неизбежно Спад бюджета Потому что Ну Все равно Есть отток Населения Отсюда Уезжает Бизнес Мы Это видим И знаем Поэтому Если у города Не будет Еще какого-то Дополнительного Источника Дохода Если мы Все Продадим Но город В принципе Не способен Будет Я правильно понимаю Что вот эти Перечисленные Объекты Куприт Центральный Рынок И другие Детский мир Губернская Это вот такие Последние Крупные Муниципальные Предприятия Больше там Уже продавать Особо ничего Не будет Я правильно понимаю Я думаю Что Я просто видел Эту программу Приватизации Там через 2 Через 3 года Там вообще Суммы какие-то Не очень большие Уже планируются От приватизации Получать Я думаю Что Наверное Вы правильно Поняли Именно Вот Эти объекты Они одни из последних Может быть Они не последние Но они одни из последних Безусловно Поднимался вопрос По гостинице Губернской Что Действительно Формат Нынешних гостиниц Он Никаким образом Не соответствует Рынок насыщен Да Рынок насыщен И гостиница Губернская То что раньше Дозывалось Домом колхозника Вряд ли может Конкурировать На этом рынке Но Ее также Можно Перепрофилировать Сделать Какой-то Офисный центр Или еще что-то И тем самым Уменьшить затраты На управление Данного объекта И повысить его Просто рентабельность И буквально Там 2-3 человека Которые В принципе Могут управлять Вот все Эти Костиницы Они какой-то штат В общем Вот Мое мнение Такое Надо смотреть И То есть у нас там Также в программе Приватизации Почему-то Не в этой А В другом пункте На думе На предыдущей Было Была Приватизация Вятком Торг Это бывшие Комиссионки Которые Планировалось Продать Значит Почему они Не были Включены В план Программы Приватизации Ну Наверное Это вопрос Кто это Делал Также Глава администрации Разобрался В данном вопросе И Там В принципе Продавалась Не доля О Как это Нам было Обозначено А Что Неэффективно Давайте Неэффективно ООО С участием Города Давайте Мы его Продадим Там Было Право Льготного Выкупа Двух Достаточно Крупных Объектов На красной Линии Это Пролетарская По-моему Двадцать Двадцать Четыре И На Октябрьском И труда Двух Пагазинов Я думаю Слушатели Представляют Да И поэтому Также у них Была аренда Которая Ну Для этих мест Я считаю В два с половиной Раза ниже Поэтому В принципе Продавалась Не пустая Ошка Как нам Объясняли Такая Убыточная Неказистая И Необходимо Срочно От нее Избавиться То есть Там Была Тоже На мой взгляд Некая Хитрость И Я рад Что Глава администрации Вник в это И В принципе Разобрался В данном вопросе И остановил В том числе И это Не позволил Включить программу Так У нас остается Буквально Две-три минуты До конца Я знаю Что Серьезное мероприятие Накануне состоялось Круглый стол Депутаты Активисты Общественники Собирались Чтобы обсудить Тарифы на ЖКХ Основные постулаты Чем важно Чем ценно Это было заседание Что решили Основные В том что До сегодняшний день Жители нашего города Переплачивают Затопление В два с половиной раза Больше По сравнению с чем По сравнению с тем Что У большинства домов Значит Не Вот Давайте возьмем Самоленскую управляющую компанию Только смотрите Две минуты остается 292 дома У них не проверено Не проверены счетчики Соответственно Если счетчики не проверены Даже если они установлены Общедомовые Люди платят По нормативу И сумма За отопление Она в два с половиной раза Больше Поэтому Я считаю Что это просто Обычное Просто разгильдяйство Мы на следующей комиссии Обязательно Пригласим Представителей КТК Которые нам пояснят Все эти управляющие компании Где Не заботятся о людях И не проверяют Приборы учета И поэтому То есть вы будете активно Будировать эту тему Чтобы они работали Чтобы они были поверены Чтобы они работали Чтобы люди платили меньше За коммунальные услуги Насколько кстати Это распространенная ситуация Когда Счетчик стоит Общедомовой Он не поверен Ну вот я говорю Что из 560 домов Ленинской управляющей компании 292 дома Не проверены Приборы учета А там есть он Прибор учета Прибор учета Зачастую есть Где-то его нет Но зачастую он есть Но он просто не проверен Просто видимо Кому-то Не хочется Или лень этим заняться Не могу сказать Но Само люди страдают Люди платят В 2,5 раза больше А 2,5 раза? В том числе Страдает бюджет В 2,5 раза Это в среднем Такая сумма? Это заотопление Это строку заотопления Это самая дорогая строка Которая Это норматив В 2,5 раза Это установленный норматив То есть В том числе Страдает и бюджет Потому что Либо человек заявляет Льготу Там С 2,000 рублей Либо он заявляет Коту там С 700 рублей То есть От этого Естественно Тоже Догрузка на бюджет И вот От такой эффективности Страдает в том числе Бюджет Ну на этом истекает Время Вашего особого мнения Денис Ерохин Председатель Постоянной комиссии Гордумы По транспорту Жилищно-коммунальному комплексу Экологии и безопасности Жизнедеятельности До новых встреч Всего доброго Всего доброго Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok